Привет, народ! Я прошу прощения, что в видео в таком формате сейчас некогда заниматься монтажом и всяким искусством. Несколько базовых рекомендаций по поводу бомбежки. Итак, первое. Не вылазьте из окон. Если вы слышите какие-то непонятные шумы, если вы слышите грохот, если вы слышите вой сирены, не вылазьте. Я это вижу и на улицах, я это вижу и в интернете. Людям хочется посмотреть, людям хочется понять, что происходит. Не надо, потому что при взрыве посыпятся стекла. Повреждает, убивает не столько сам снаряд, сколько разлет его осколков, ну и побочные повреждения. Поэтому при любых непонятных ситуациях вы уходите подальше от окон. Также, предварительно, пока вы сейчас дома, оклейте окна скотчем. Скотч, вы наверняка видели это в военных фильмах, скотчем клеют накрест. Это нужно для того, чтобы при взрыве, когда будет вибрация, чтобы стекла не посыпались. Скотч будет удерживать стекла на себе. Поэтому вторая рекомендация, оклейте окна скотчем. Рекомендация номер следующая. Когда падает снаряд, он разбрасывает вокруг себя осколки. Как я уже сказал, больше всего вреда носят именно они. Поэтому очень правильно держаться ниже земли. Потому что осколки летят вверх, нам нужно спрятаться вниз. Идея бомбоубежища заключается не в том, чтобы выдержать прямое попадание, его мало что выдержит. Идея в том, чтобы осколки пролетали над ним. Главная идея бомбоубежища, то, что оно внизу. Поэтому, когда вы сейчас, у кого еще есть такая возможность, будете ходить в магазин, когда вы еще будете ходить с запасами воды, смотрите, где у вас по пути, по вашему маршруту есть углубления. Подземные паркинги, канавы глубокие, открытые подзвалы, что угодно. Кстати, да, что касается бомбоубежища. Здесь рекомендация номер следующая. До меня дошла информация, что не во всех городах карта бомбоубежища актуальная. Не все бомбоубежища открыты и не все бомбоубежища пригонны для эксплуатации. Еще раз, когда будете выглядывать, если вы до сих пор этого не сделали, проверьте. Подергайте ручки, посмотрите, насколько это реально. И в случае тревоги, прячьтесь туда. И последняя мысль. Если уже началась бомбежка, и вы слышите, как громыхают, вы успели спрятаться, вы умнички, но в какой-то момент громыхания прекратились, упаси вас Боже, сразу вылазить. Может быть корректировка. Может быть такое, что они на вманя побомбили, затем наводчик говорит, там, столько-то левее, и они будут бомбить еще раз. Поэтому, по-хорошему, идет сигнал воздушной тревоги, попрятались. Бомбежка, не бомбежка, в основном касается, ждем второй сигнал. Второй сигнал отменяет. Поэтому, если начало крыть, прячемся, ждем, пока не отменят. Ждем хотя бы, если нет отмены, по какой-то причине, может быть она неисправна, система из-за отсутствия электричества или еще чего-то. Если нет отмены, ждем хотя бы 15 минут. И только после этого начинаем потихонечку перебегать в более безопасное место. Держитесь, всех победим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова